Здравствуйте! В эфире Временного Семьяс. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня в выпуске. Международный статус и развитие экологического туризма Тургаяк станет частью резервата ЮНЕСКО. 10 миллионов на пешеходные переходы, где работы провели и где собираются. Забег на 13 часов. Пенсионер-легкоатлет пробежал 100 километров. Тургаяк войдет в наследие ЮНЕСКО. Решение включить Челябинскую область во всемирную сеть биосферных резерватов принято на заседании в Индонезии. Биосферный резерват Горный Урал станет первым в Челябинской области и 44-м в России. Разрабатывали проект в Министерстве экологии региона совместно с коллективом нацпарка Таганай. Сам Таганай станет одним из ядер будущего биосферного резервата, который займет часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского, городских округов, Кусинского и Низопетровского муниципальных районов. Его состав войдут несколько особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения. Национальный парк Таганай, Оршинский заказник, памятники природы озера Серебры и озера Уфимское, река Кеалим, Куштумга, Луковая поляна и наше озеро Тургаяк. Биосферный резерват – инструмент для сохранения уникальной природы, комментируют в Управлении экологии Миаса. При этом серьезных ограничений для посещения быть не должно. Пользование лесными ягодами, грибами, я думаю, что ограничений не составит. В создании этой территории будет присвоен статус международного, что позволит общение, перенятие опыта зарубежных коллег. Биорезерват «Горный Урал», одобренный ЮНЕСКО, должен повысить туристическую привлекательность региона. Структура его предполагает наличие трех зон. Ядро. Здесь заповедный режим. Запрещена любая деятельность, кроме научной. Буферная зона. Подразумевает экологически безопасную деятельность туризм. Сюда, кстати, будет относиться и Тургаяк. И зона сотрудничества. Здесь возможны различные виды деятельности. Будет развиваться инфраструктура для обслуживания организованного туристического потока. Отмечу, что в России биосферных резерватов уже 43. Наиболее известными являются Астраханский биосферный резерват, Вадларезье, Угра и Башкирский Урал. В МИАСе для безопасности дорожного движения отремонтируют асфальты, модернизируют пешеходные переходы. На эти работы из области в МИАС направлено более 10 миллионов рублей. Первые зебры с мигающими сигналами уже появились в городе. Пешеходный переход в начале Машгородка приводят в соответствие с ГОСТом. Зебру перенесут ближе к гипермаркету и остановки, сделают асфальтовую дорожку. Сегодня работы почти заканчиваются, а на автозаводе уже функционируют новые переходы со световыми сигналами. Они работают на солнечных батареях. Такие технологии приятно удивили МИАСов и стали сюрпризом для тех, кто вернулся из отпуска. Губернатор Челябинской области направила наш город более 10 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы дороги в разных частях округа и благоустроены пешеходные переходы. В старой части города отремонтируют улицу Пушкина от музея до Плотины, улицу Пролетарскую также в районе Плотины и улицу Первомайскую от улицы Ленина до улицы Октябрьская, включая перекресток с этой улицей. Будет отремонтирована улица Кирова, которая проходит через Первомайку и Дачный. На Мелентьевке отремонтируют дорогу по улице 40 лет Октября. На выезде с поселка Динамо проезд от улицы Тругаякская до выезда на дорогу МИАС-Златоуст. По стандартам ГОСТа оборудуют пешеходные переходы возле 18 общеобразовательных учреждений, около ДК Бригантины, в центре города и в Машгородке. Южноуральский пенсионер устроил забег длительностью почти 13 часов. Герой нашего сюжета проставился на всю страну своим громким спортивным поступком. Наша съемочная группа отправилась в гости к марафонцу в Уйский район, чтобы узнать, что стало мотивом для 100-километрового забега. В нашем сердце, в наших поступках мы всегда должны помнить о них. Вот наши цветочки, правда, они подвяли уже. Именно у этого памятника Владимир Герцог закончил свой 12-часовой забег. Цветы, которые он возложил, все еще лежат на своем месте. Владимир Александрович является волонтером победы. 100-километровый марафон организовал в честь 75-летия со дня победы на Курской дуге. Пока мы живы, вы непобедимы. И вот эти слова я почти каждый день повторяю, пробегая мимо стеллы на границе села Уйского, когда бегу утренние пробежки. Там висят наши герои, погибшие в Великой Отечественной войне. Есть еще одна дата. Это столетие образования физкультурного движения в Челябинской области. Владимир Герцог родом из Миаса. Именно отсюда он и стартовал. Путь начался от памятника скорбящей матери. Всю дорогу до Уйского района шел мелкий дождь. Но, как признается сам бегун, шутки погоды были только в помощь. Остановки приходилось делать лишь каждые 25 километров, чтобы подкрепиться и восполнить запас воды. По дороге в Косогорке к нему присоединился 10-летний внук Илья Чудинов. Я его встречал возле Казачьего привала. И по всей дистанции я его сопровождал. И около 5 километров я с ним пробежал. Для Ильи те 5 километров, которые они вместе бежали под проливным дождем, были всего лишь легкой пробежкой. Ведь за плечами подростка участие в забегах на 20 и более километров в соревнованиях областного масштаба. Привил любовь к спорту дедушка. Впрочем, Владимир Герцог является примером не только для внука. В Уйском он работает инструктором по адаптивной физической культуре. Возглавляет группу, в которую входят пенсионеры, ветераны и инвалиды. Здесь каждый находит занятия по душе. Игра в шашки, тяжелая атлетика и настольный теннис. Он дает возможность не сидеть дома, не сидеть в одиночестве, знакомиться, учаться, развиваться как-то. Как говорит сам Владимир Александрович, занимается он спортом уже много лет как любитель. Впрочем, это не помешало ему занять первое место на 100-километровой дистанции в Челябинске в 2007 году. Тогда он преодолел ее за 12 часов и 7 минут. Протяженность дистанции от МИАСа до памятника в Уйском составила на 400 метров больше. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Сегодня последний день июля. Впереди еще целый месяц лета. Впрочем, погода обещает быть переменчивой весь август. Чего ждать от небесной канцелярии, знают синоптики. Так, первая декада августа будет дождливой и прохладной. Температура в дневные часы не будет превышать 22 градусов. В середине месяца потеплеет до 26, но ненадолго. На смену нескольким солнечным дням придут дожди и похолодания. Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозируют, средняя температура воздуха в августе составит 17 градусов. Впрочем, переменчивый южноуральский климат, как всегда, может преподнести сюрпризы. И все-таки солнца и тепла еще хочется. Будем надеяться. А у меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСА. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова